учебное пособие по дисциплине правоведения для бакалавров высших учебных заведений авторы роман мельниченко и владимир слеженков читает роман мельниченко конституционное право план введение в конституционное право второй вопрос конституционные права свободы и обязанности человека третий вопрос государственное устройство введение в конституционное право конституционное право это базовая отрасль права в россии предмет ее регулирования составляет две группы общественных отношений связанные соответственно с основами государственного устройства власти отношения а также прав свободы и обязанности человека основополагающим источником конституционного права является конституция от латинства от латинского конституте установление учреждения организации устройства основной закон государства обладающий высшей юридической силой его правовой системе и учредительным характером принимаемым изменяемым и юридически охраняемый особым образом конституционно-правовые нормы и отношения имеют ряд особенностей декларативный общий учредительный политический имущественно императивный характер и усеченная структура норм особый субъектный состав базовый характер и и специфический механизм реализации отношений наиболее древние из действующих в мире конституции приняты в сша 1787 год в бельгии 1830 норвегии 1901 частью конституции франции является декларация прав человека и гражданина 1789 года настоящее время все государства мира имеет писаную конституцию кроме великобритании новой зеландии где конституционное значение имеют отдельные законы акты судебной практики обычаи и доктринальное положение как правило консолидированную виде одного нормативного акта исключение швеции израиль франция история российской ского конституционализма в строгом смысле слова началась с пост революционного времени в российской империи конституционные акты существовали в польше и финляндии определенное значение для конституционного развития имели основные судебные государственные законы 1906 года советский период приняты конституции рссср 1918 года 1925 года 1937 года и 1978 года конституции ссср 1922 36 и 77 годов действует настоя в действующее в настоящее время конституция российской федерации принято на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года структурно она состоит из преамбулы раздела первого включающую девять глав основы конституционного строя права и свободы человека и гражданина федеративное устройство президент российской федерации федеральное собрание правительство российской федерации судебная власть и прокуратура местное самоуправление конституционные поправки и пересмотр конституции и раздела 2 заключительное переходное положение положение глав 1 2 9 конституции могут быть пересмотрены только конституционным собранием созываемом соответствии с федеральным конституционным законом. Конституционные права свободы и обязанности человека. Конституционные права свободы и обязанности лежат в основе правового статуса человека и гражданина. Они регламентируются главой второй конституции Российской Федерации. Под субъективным конституционным правом человека понимается мера его возможного поведения. Свобода это субъективная возможность человека совершать или не совершать конкретные действия, основанные на его правах. Права и свободы человека признаются Конституцией высшей ценностью. Устанавливается, что они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. По сферам общественных отношений конституционные права и свободы делятся на следующие группы. Гражданские или личные – право на жизнь, охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, неприкосновенность жилища, определение и указание своей национальной принадлежности, свободу передвижения совести и веросповедания, свобода мысли и слова. Политические – права на объединение, мирные собрания, митинги, демонстрации и другие публичные манифестации, участие в управлении государством, право на обращение. Экономические – социальные и культурные – права на свободное участие в экономической деятельности, на частную собственность, на труд, защиту материнства и детства, на социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, на образование, свободу творчества. К числу конституционных обязанностей относятся платить законно установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, защищать отечество, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Следующий вопрос – государственное устройство. Конституция характеризует Россию как демократическое, социальное, правовое, федеративное, светское государство с республиканской формой правления. По форме государственного территориального устройства Россия является федерацией, характеризующейся такими признаками, как смешанный национально-территориальный, конституционный, централизованный характер, асимметричность субъектов, наличие единой кредитно-денежной системы, федерального гражданства, единых вооруженных сил. В Конституции РФ закрепляются вопросы исключительной компетенции федерации и совместной компетенции. Остальные вопросы, которые они перечисляются, относятся к компетенции субъектов. По форме правления Россия выступает смешанной полупрезидентской республикой. Наряду с классическими ветвями власти, выделяемые в рамках идеи разделения властей, выступающей одним из конституционных принципов законодательной, исполнительной и судебной, президентская власть занимает как бы особое положение. Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти, организационно не входя ни в одну из них. Но имея полномочия в отношении каждой, законодательное участие в законодательном процессе, возможность распуска Нижней Палаты Парламента, исполнительный, непосредственно руководство частью органов исполнительной власти, отвечающую за внешнюю политику, оборону, безопасность, поддержание порядка, определение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, опосредованно всей системы исполнительной власти, судебные назначения всех судей, кроме судей, субъектов Российской Федерации. Законодательная власть в России представлена двухпалатным федеральным собранием. Нижняя Палата, Государственная Дума, 450 депутатов, Верхняя, Совет Федерации, по два представителя от каждого субъекта. По одному от законодательного представительного исполнительного органа государственной власти, представитель назначаемый президентом, число которых составляет не более 10% от числа членов Совета Федерации, представителей субъектов Российской Федерации. Основная функция данного органа законотворческая, но у каждой палаты есть и свои исключительные функции, связанные с регулированием в установленных областях назначением некоторых высших должностных лиц. Правительство Российской Федерации выступает высшим коллегиальным органом исполнительной власти. Его статус определен федеральным конституционным законом. В состав данного органа входит Председатель правительства, премьер-министр, его заместители, вице-премьеры и федеральные министры. К числу его основных полномочий относятся Разработка и исполнение федерального бюджета, проведение единой политики в области финансов, культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, управления федеральной собственностью, принятие мер по обеспечению обороны, безопасности, реализации внешней политики, законности, прав и свобод. Судебная власть. В России осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В нашей стране существует два высших суда, статус которой определен Конституцией и специальными федеральными конституционными законами. Конституционный официально толкует Конституцию, осуществляет Конституционный контроль и Верховный возглавляет системы судов, общей республикции, арбитражных и военных судов является высшей инстанцией по рассмотрению конкретных дел, формирует руководящие разъяснения и обобщение в судебной практике. Конституция Российской Федерации признает право граждан на местное самоуправление, что обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. Аудиопособие по дисциплине правоведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова